Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами обзор ваших вопросов и комментариев. Сегодня я хочу разобрать такие типичные вопросы. Я выбрал штучек 5, я вам их задиктую и дам ответы на эти вопросы. Погнали! Пишитесь на канал моего папы. А как он называется? Монеты из СССР. Молодец! А показать вот так вот? Лайк! Первый вопрос, который мне понравился от Димы Витвицкого с Республики Беларусь. Как вы относитесь к наборным монетам СССР после 61-го года? Особенно редких годов. Ложите ли вы их в коллекцию или предпочитаете мешковой UNC? Изусловно, я преддаю предпочтение мешковым монетам UNC. Почему? Потому что наборные монеты я все-таки отношу больше к монетам сувенирным. Это монеты, которые штамповались для того, чтобы ложить их в наборы и не предусматривалось запуск их в обиход. То есть это как юбилейные монеты. Номинал как бы есть, но при этом эти монеты не для обихода. А среди коллекционеров, среди серьезных коллекционеров, конечно же, больше ценятся монеты в UNC. В мешковом UNC, безусловно, которое в отличнейшем состоянии. Ну и технология штампа таких монет, естественно, отличается. Это монеты в UNC, а наборные шли в бриллиант UNC. То есть несколько другая технология печати. Поэтому мое предпочтение это мешковые монеты в UNC. Я их больше люблю, они мне больше по душе заходят. Их найти сложнее, хотя есть позиции, например, 10 копеек 1967 года. Она у меня была в коллекции с набора, потому что найти мешковую даже просто в штемпельном блеске 1967 года с обихода нереально было. Я ее, если честно, не знаю, может один или два раза где-то на российских аукционах видел. Но так она встречается крайне-крайне редко. Дорогие друзья, напишите в комментариях, есть ли у кого из вас в коллекции монета 10 копеек 1967 года, не из набора и в UNC. Вот мне интересно, есть хотя бы у кого-то из вас такой экземпляр. Мюнскомбинет спрашивает меня. Хотелось бы видеть, как вы делаете фотомонет для продажи. Сколько времени уходит? Ну, что вам сказать? Времени уходит на это у меня в принципе много. Почему? Потому что монет продаю я, как правило, много. То есть я делаю аукционные продажи, выставляю в среднем где-то около 100-150 монет. На самофотографирование, конечно, там времени особо немного уходит. Это я делаю где-то часа за два. Вот так вот в среднем. Больше, гораздо больше времени у меня уходит на подготовку монет. Один из этапов я вам показывал. Сортировки, отбор монет. Когда там надо почистить монету, какую-то помыть, какую-то вообще не трогать. Но их надо сортировать по типам, по видам, по номиналам. На это гораздо больше времени у меня уходит, нежели на сам процесс фотографирования. Ну и потом некая небольшая обработка, обрезка фотографий. Это тоже занимает какое-то время. И выставление. Потому что под каждую монету описание. Хотя там используются какие-то шаблонные схемы. Но все равно нужно делать описание. Никуда от этого не денешься. Сам процесс фотографирования я обязательно вам сниму, покажу. Я вам это обещаю. Но немножечко попозже. Дорогие мои друзья. Я вас очень сильно хочу попросить, чтобы вы перестали хамить на моем канале. Ванька, брыз. Очень часто, чем дальше, тем больше начинает появляться у меня постов с хамством, с руганью. Но такое быдлячество, которое я сам не переношу и у себя на канале тоже не потерплю. Я буду сносить такие посты сразу, безоговорочно, не обсуждая ничего ни с кем. Этих людей просто блокировать. Это один. Второе. Прекратите спамить, пускать рекламу у меня на канале, в комментариях и так далее. Ребятки. Хотите рекламироваться? Создавайте свой канал. Полгода над ним работайте каждый день. И тогда делайте, что хотите. Добро. Если хотите рекламу, обращайтесь. Будем обсуждать. Давайте уважать друг друга и уважительно относиться. Я же вам не хамлю. Правда, я стараюсь вам донести информацию какую-то. Высказать свою точку зрения. Если она вам не нравится, выскажите свою. Ну, хамить, ругаться не нужно мне на канале. Я думаю, всем ясно и понятно. Впредь больше с этим мы сталкиваться не будем. И уж тем более, что у нас на канале много, довольно-таки на мое удивление, женщин, которые тоже смотрят нас, смотрят то, что я рассказываю. Наверное, им это нравится. Наверное, кому-то полезно, кому-то просто нравится подача. Не важно. Но они нас смотрят. Давайте уважать немножко их. Владимир Муфин меня спрашивает. Как понять, что ты уже не начинающий коллекционер? Ребята, ну, здесь очень много подходов, очень много мыслей мне было по этому поводу. Мне хотелось бы, чтобы вы свое мнение сказали. Вот по вашему мнению, кто такой, как понять, что ты уже не начинающий коллекционер? Я вот люблю все сравнивать со спортом. Я вот сравнил, кто такой спортсмен-любитель и кто такой спортсмен-профессионал. Вот есть, начинается профессиональный спорт, ну, мое такое мнение, это с третьего разряда. Вот есть третий, второй, первый разряд. Потом там кандидат мастера спорта, мастер спорта и так далее. То есть, по всей видимости, вот как только ты переступил определенную черту, ты стал хорошо разбираться в каком-то виде монет. Собрал какой-то полмонет, по твоему мнению, которые представляют нумизматическую ценность. И ты можешь хотя бы дать какую-то консультацию кому-то по поводу тех или иных монет. То есть, ты уже в чем-то начал разбираться. И плюс, ты что-то собрал, уже какая-то подборочка. У тебя есть монеты, ты можешь смело ею гордиться. Также одним из факторов, что ты уже не начинающий коллекционер, наверное, можно отметить, если к тебе обращаются уже за советом, за помощью. И ты можешь ее оказать. Возможно, есть какие-то другие способы. Вот я хотел бы, чтобы вы мне подсказали, сказали, помогли Володе с этим, разобраться с этим вопросом. Так что пишите в комментариях, когда можно считать коллекционера уже не начинающим. Также один из очень часто, ну просто под каждым видео меня спрашивает, как с вами связаться. То ли хотят предложить монет, то хотят купить монет и так далее. Отвечаю один раз по поводу продаж монет. Я не занимаюсь индивидуальными продажами. Ребят, даже не спрашивайте, я не буду никому подбирать, собирать монеты. Потому что это занимает колоссальное количество времени. Но это просто у меня его физически нету, поверьте мне. Второй момент, если вы хотите продать мне монеты. Хотите продать сразу фотографии ко мне на почту. Под всеми моими крайними видео есть моя почта. Matisse 1973 собака gmail.com Пишите туда, с предложениями, со всеми вопросами туда. Я практически каждый день фильтрую почту. Я проверяю ее, так что там я смогу ответить. Продавать я собираюсь все свои монеты, которые вы видите. Ну почти все, часть идет в коллекцию, конечно. Хотя меня называют многие там барыгой, простым и банальным. Но это не так, потому что я барыжничаю ради того, чтобы заработать денег на коллекцию. Я не хочу, чтобы мой семейный бюджет страдал. У меня двое детей, внучка. Поэтому, ну хочется, чтобы они жили нормально и достойно. Не все уходило на одни монеты. Поэтому приходится зарабатывать на монетах, чтобы пополнять свою уже неплохую, как мне кажется, коллекцию. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу начать эту традицию посещения клубов-коллекционеров в других городах Украины. Возможно, как-нибудь доберемся до зарубежья, но пока с Украины. И начать я хочу свои, скажем так, нумизматические приключения с посещения клуба-коллекционеров в городе Героя Одесса. И в ближайшие выходные я планирую там побывать. Так что, ребята, мои подписчики с Одессы, а я знаю точно, что вы здесь. Вы меня сами приглашали, напросились. Поэтому я хочу в это воскресенье приехать к вам. Напишите, где он у вас проходит этот клуб, как мне туда попасть, как лучше добраться на машине. Буду рад по знакомству с вами. До встречи. Напишите мне. Сергей Кидалов меня спрашивает следующий вопрос. Как почистить 20 копеек 48-го года? Она хорошая, но есть темнота, какие-то потемнения на монете. Ребята, это все равно, что если вы меня спросите, как лечить, если у тебя болит живот, например, да, или болит голова. Вы же понимаете, что причин может быть масса, какое потемнение, от чего потемнение. Это надо видеть монету, покрутить ее в руках, только тогда дать какой-то дельный совет. Потому что я сейчас могу дать какие-то стандартные типы работы с монетами, ну, подобными. Вы это сделаете, вы только убьете монету. Так как я недавно сделал с Патаком, тоже 40-го статьи 8-го года. Поэтому не буду я вам ничего рекомендовать. Надо видеть предмет. Да, еще один момент. Вы все время меня упрекаете в моей безграмотной речи. Не все время, конечно. Но бывают моменты там не влаживать, а вкладывать. Не ложить, а класть. Ну, постоянно кто-то мне комментирует, что я неправильно говорю. Ребята, вы уж простите. Во-первых, по языку у меня всю жизнь были одни тройки. Во-вторых, я живу в Центральной Украине. У нас некая такая помесь смеси русского и украинского языка. Поэтому у нас разговаривают на Суржике. Я уж так привык, мне 46 лет. И если я что-то говорю не так, не без сути, так получается. Не забудь подписаться на мой канал. Обязательно поставь лайк, если это видео тебе понравится. И не забудь прокомментировать. И поделиться с друзьями, точно. Не забудь поделиться с друзьями, обязательно. Им будет очень интересно услышать то, что слышишь ты. Подписчиков спрашивал, мне очень понравился этот вопрос. Хотя я на него уже давал ответ, дам еще раз. Он спрашивает, что случится с моей коллекцией после моей смерти. Его волнует этот вопрос. Мне очень понравились слова одного из предпринимателей, который сказал так. Я хочу умереть с нулевым балансом. В принципе, мне это зашло, мне это понравилось. И мне такой подход по душе. Потому что по жизни я сталкивался, когда коллекционеры, что я на склубке сидел одно время. Поэтому с этим всем мне пришлось столкнуться. Когда какие-то бионеры приносят коллекции. Видно, что это коллекции профессиональные. Их люди собирали. И видать же десятилетиями еще в советское время. Они приносят это, грубо говоря, конечно, за бутылку продают. Я, безусловно, старался платить достойно, нормально. Но все равно это не те деньги, которые, наверное, эти люди платили за сбор этой коллекции. Поэтому мое мнение такое, что не надо копить, знаете, и пытаться этим коллекционным материалом обеспечить будущее своих, тем более детей. Но это бредсевые кобылы. Этим заниматься не надо. Потому что это дело очень неблагодарное. То, что вы вкладываете в душу, потом идет за бесцельно. Но все равно коллекционирование это очень приятная штука, которую сам увлекаюсь, сам собираю. Еще не знаю будущее своей коллекции. Но жизнь все расставит по местам. Ну что ж, дорогие друзья, я жду от вас комментарии. На все вопросы, которые я перечислил, я дал свой ответ. Нет, хотелось бы услышать ваши ответы. Как понять, что вы уже не начинающий коллекционер? Второй вопрос. Как вы относитесь к наборным монетам? Кладете ли вы их себе в коллекцию? Или же лучше все-таки мышковой UNC? Как вы относитесь к своей коллекции в будущем? Что случится с вашей коллекцией после вашей смерти? И стоит ли ее держать до самой смерти? Или все-таки продать и пустить деньги на что-то другое? Пишите, комментируйте, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам всем удачи и пока!